белая акация под моим окном хлебанем медкумы нагленьким личиком и как видно пчел нет какой-то шмель прилетел вот шмели мед собирают а наглых моих пчел привет шмель собирай мед я тебе не мешаю а наших пчел тут нету и почему же так получается так вот акация это разочарование года или радость года в этом году не знаю в этом году пчелы на акацию не идут у нас акация третий день как начала цвести ну то есть первые цветочки появились акация очень хороший медонос она дает около 1000 килограмм с гектара отличнейший медонос но акация может как порадовать так и стать разочарованием года потому что это очень нестабильный взяток такой привередливый и зависит от многих факторов и можно остаться и без меду если что шмель полетел на другой цветочек пойдем за ним шмеляк а труженик работает а мои тольятцы сидят по ульям никто никуда не летает активный лед начинается с 9 30 с 10 часов дня сейчас уже около десяти никто никуда не летает на цветках пчел нет акация зацветает у нас когда когда суммарная температура наберется 375 градусов шмеляк а ты куда все ушел и вот в этом году есть все шансы остаться без акации по всем дедовским признакам сейчас я вам буду рассказывать какие-то признаки и почему я считаю что мы останемся без акации пчел как видите акации нет так самый простой дедовский способ когда-то показывал как проверить есть мед или нет вот берете цветочек в рот ну хорошем смысле этого слова и жуете на вкус кого травой а если тут есть нектар то на вкус немножко сладкий потому что нектар сладкий поэтому он что там интересен и когда жуете должен быть вкус сладкого нектаров нектара нету так но расстраиваться тоже не надо потому что цветочек акации цветет 4 дня вот и только два дня он понимаешь выделяет нектар а два дня цветет просто в пустую сегодня третий день первые цветочки появились поэтому первых два дня или один день акация может нектара и не выделять это ничего страшного что она зацвела нектара нету первые дни акации нектара не дает так посмотрим на общий массив так показываем цветочек у акации открытый вот если мы на него посмотрим вот так вот он полностью открытый поэтому это растение сильно привередливое вот если сильно холодно пчелы на нее не летают если дожди вымывает нектар из этих цветочков и разбавляется нектар водой влагой опять пчелам становится не интересен если засуха нектар ничем не прикрыт потому что цветочек открытый сразу нектар испаряется опять пчелы его не берут в общем засуха плохо дождь плохо когда дождь она вообще занимает буквально за несколько дней влажность повышенные плохо какая оптимальная температура для сбора акации 18-24 градуса а сегодня заморозки сегодня 14-15 градусов не оптимальная температура но когда холодно это не значит что она совсем не выделяет нектара она его выделяет гораздо меньше но все равно должна выделять а пчелы ни одной поэтому акация очень нестабильное растение и в этом году можем остаться без акации еще знаете почему попозже скажу сейчас поедем на пасеку посмотрим как там мои пчелы на трафик пчел вот сейчас возьмем этого зверя и покотим на дачу на пасеку посмотрим как там мои мохнатые чудовища собираются летать или не собирается вот акация маленькая еще не зацвела вот кое-где цветочки появились но еще немного тут еще она не цветет на этом кустике если посмотреть на весь массив это у нас тут целая полоса акации откуда мы мед вечно хапаем так у нас тут еще акация не зацвела массово в основном цветет либо на самой верхушке там где солнце хорошо светит либо в самом низу где земля теплая немножко ветки нижние подогревается там уже зацвела а посрединке нифига то есть акация только-только у нас начинается только-только проклюнулась но самое обидное что пчелы на нее не идут и по всем прогнозам акации может быть в этом году и не будет 1025 так и тишина и только мертвые с косами стоять нет у нас понимаешь трафика пчел какой трафик хороший для пчел это исходящая пчела две штуки за одну секунду на тут какие там две штуки за одну секунду о чем я говорю о чем я рассказываю никто никуда не летает пол одиннадцатого уже полным ходом должны идти акация при хорошем взятки можно взять ну если у кого много акаций до 80 килограмм ну мы в среднем берем около 25-30 на акации ну нашей местности я всегда так беру вот тут вижу в этом году вообще ничего не возьму рапсы я не качал оставил все и ну-ка у рапса там с гульки нос и было я его не стал трогать и себе забирает пусть себе едят тут рапс меня не трогать я их не трогаю вроде мы с ними договорились что они мне принесут акацию тогда их плодотворно ограблю но вижу что они решили бастовать не хотят идти на акацию тишина так вот почему в этом году можно остаться без акации дело в том что акация такое привередливое растение мало того что она может зацвести потом за несколько дней буквально за несколько дней за пару дней загнуться потому что дожди пошли если жара вообще меду не дать такой нестабильный это взяток акации лотерея а не акации но самое обидное это то что акация хорошо дает мед если была зима холодная а у нас в этом году зима теплая даже без снега и значит акация в этом году сама по себе давать меду много не будет потому что акация когда зима теплая такое дерево противные меду много не дает поэтому в этом году взяток с акации под сильно 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 большим вопросом и к тому же семьи которые к акации не подготовлены акацию не берут чтобы взять акацию надо семьи подготовить морды мохнатые где мой мед где моя акация вы меня померу решили пустить где мой мед где мои деньги я же разорюсь такими пчелами как вы ленивые блины ленивые пчелы никуда не летает вы пошли что-то у соседа украли если акации нет а вот что-нибудь бы где-то украли но видно они приходят понемножку потому что пол 11 эта партия ушла 930 это возвращается те пчелы которые первые ушли из улья потому что все на медосбуру ходят партиями они таким образом контролируют численность пчел улья которая остается для обслуживания расплода там распределение нектаров всего остального хозяйской деятельности вот так вот пчелы уходят партиями за медом вот возвращается первая партия и видим что она сильно немногочисленная а исходящих партий практически нет в основном вся пчелка возвращается то есть что она полетела ничего не нашла точно так как и мы потому что цветок мы уже жевали как кони и он не сладкий они полетели ничего нет они возвращаются следующая партия не выходит потому что незачем выходить вот этот улья стоит в тени то и он показывал эту улей он стоит на солнце его солнышко греет прям в морду светит улью то солнышко и солнышко пораньше будет чуть на это улья у меня стоят в тени под деревьями ряд и вот видно что есть партия пчел которые возвращаются есть пчелы которые уходят то есть эти пчелы проснулись позже тени там солнышко нагрело раньше первая партия ушла пораньше тут солнышко нагрело позже вот это первая партия начинает только заканчивать свой выход вот она немножко возвращается на немножко уходит этот улей проснуться позже вот он солнце вот вам тень еще за ними немножко понаблюдаем я и мешаю они в воздухе висят леток не заходят потому что я переграживаю буду издалека снимать что видим видим что в основном пчелы приходят с тем с пыльцой пчелы сейчас летают либо за пыльцой либо за водой либо за нектаром видим что пчелка которая приходит с пыльцой это понятно она за пыльцой летала а та пчелка которая приходит без пыльцы она приходит легкая то есть все пыльца пыльца идет в основном пришла легкая значит что значит не за нектаром мы ходили вся в основном идет с пыльцой если она идет с пыльцой значит у них много расплодов чтобы взять акации у этой семьи надо забрать расплод и матку расплод открытый и маткой иначе они за акации не пойдут не хотят завтра послезавтра может быть сегодня этим делом и займемся будем из этих семей которые чуть чуть не дотянули до созревшие семьи для медосбора что такое созревшие семья для медосбора это восемь рамок расплода и 4 килограмм пчел то есть 20 рамок в этой семье столько нету она не дотянула не дозрела еще так вот чтобы семья собрала акацию созревшие семьи так соберут вот недозревшие немного их надо либо сводить по 2 вместе либо забирать матку когда у них матки не станет то тогда они пойдут за нектаром потому что сейчас что они делают они дозревают расплоду валом матка есть зачем им летать за медом потому что есть расплод а даже тот мед который принесут они все равно сожрут потому что чтобы выкормить рамку расплода надо рамка меда поэтому маточку надо у них забрать иначе останутся без акаций вот такие вот дела на сегодняшний день вообще акация должна давать мед аж до позднего вечера но дело в том что похолодало у нас очень сильно сейчас 13-14 градусов оптимальная температура для того чтобы акация давала мед это от 18 до 24 завтра еще немножко холодно послезавтра уже 20 градусов и послезавтра должна к цветовать цветочки сейчас смысла заряжать семьи на акацию на мед запускать нету потому что мы же цветочек пожевали там сахара нет нету смысла всеми отправлять за медом потому что его нету в природе само дерево ничего не выделяет надо каждый день теперь ходить контролировать в акации как только там появится нектар цветочка ханой попчелом сразу будет видно они его нюхает раньше даже чем я как только только появился нектар сразу пчел заряжать на мед и отправлять за медом иначе будем без акации в этом году ну а пока что сидим и ждем смотрим как цветет акация щелкает время три дня уже прощелкали меду не видать так что акация в этом году под сильно сильно большим вопросом с чем я лично себя и поздравляю такие вот у нас плачевники и дела в этом году пчеловодство как-то не заладилось самой весны весна холоднющая облёт поздний акация выделывается не хотите меду давать в общем какие-то одни проблемы нехороший какой-то год не радостный так сказать ну ладно что есть то есть что имеем то имеем будем надеяться на лучшее на сегодня было такое видео ставим лайк кому понравилось кому не понравилось равно лайк потому что я очень жаден он пчелка вентилирует окно и передаем комментариях обязательно привет для моих мохнатых ленивых чудовищ